Приветствую вас, и позвольте я забью свой ответ на несколько пунктов. Вот они, эти пункты, помогут вам более систематизированно получить ту информацию, которую я хотел бы до вас донести. Первый пункт, это то, что вы молодец, что обратились к нам на ресурс, и молодец, что мягко начали с девушкой разговаривать, мягко спросили у нее, что она думает по поводу ваших отношений, и так далее. Вы молодец, продолжаете в том же духе, именно такую линию поведения, именно форму поведения не содержали. Это описательно даст вам определенный результат. Значит, вы не написали, сколько времени вы встречаете с девушкой, по крайней мере, вот как-то я не увидел времени. Это было бы очень важным снизм, но тем не менее. Ведете вы себя верно, вот это вот ваша, как они ухаживают, ходить в кино. Хорошо, что не водить в кино, а то вот некоторые мужчины именно водят девушек в кино, а не ходят с ними. Всячески проводить с ней время, начал держать ее за руку, потом поцеловал, подолгу сидели в машине, в обнимку, и так далее, и так далее, и так далее. То есть здесь вы поступаете совершенно верно, правильно, и, в общем, я думаю, что в этом плане вы молодец. То есть у вас действительно проблемы никакой нет. Второй пункт. Как не странно, второй пункт касается того, что девушка зависима в некоторой степени от своей бабушки. То есть, ага, определенное, что если она живет бабушкой, если ей 20 лет, то, скорее всего, она от бабушки еще довольно сильно зависит. То есть как в эмоциональном, так и в материальном плане. И, скорее всего, именно бабушка высказала, может быть, негласное неодобрение, или, может быть, вашей девушке так показалось, что, ну, что негласное неодобрение прозвучало в ее вопросе. В любом случае, там был какой-то контекст, и этот контекст не был приятен девушке. Значит, она зависит от бабушки, и вам очень важно сейчас не создать этот конфликт, когда девушка должна будет выбирать между бабочкой, например, и вами. Ага, возможно, имеет смысл именно в контексте бабушки, и именно в контексте бабушки, возможно, имеет смысл как раз-таки вам напраситься на встречу, то есть познакомиться с ней. Это было бы хорошим шагом, и при наличии определенной двусмысленности между, например, вашей девушкой и бабушкой в том, что происходит, это послужило бы для бабушки хорошим проявлением активности именно с вашей стороны, и тем самым, возможно, помогло бы и девушке чувствовать себя спокойно, и бабочке значит, что с ее внучкой все в порядке, и, может быть, негласного осуждения у нее по отношению к внучке не будет. То есть вот об этом вам стоит подумать, что если девочке 20 лет, она живет бабочкой, и живет, скорее всего, не первый год, но вот только вы говорите, что, значит, это вот, только, ну, это вот я по отношению хотел сейчас сказать, что вы написали только, что, значит, ну, что у вас продолжалось уже больше месяца, то есть, если я правильно вас понял, то вы больше месяца знакомы с девушкой, ну, наверное, может быть, полтора месяца знакомы, но на самом деле очень мало, вот, ну, опять же, это мало для человека, который вырос с бабочкой, потому что ценности у бабочек все-таки совсем другие, правда, вот, опять же, непонятно, сколько девочка живет с бабочкой и дедочкой, времени с какого возраста, вот, и почему из-за у нее развелись родители, почему она живет с бабочкой и дедочкой, а не с кем-то из своих родителей. Вполне вероятно, что там довольно травмирующая история, травмирующая для девушки, которая и обусловила то, что она живет именно с бабочкой и дедочкой. То есть, все вот эти вот нюансы вам нужно выяснить, чтобы понять свою девушку лучше, не только с позиции вашей девушки, не только как женщину, не только как сексуального партнера, но и как человека, это очень важно. И мне кажется, что для такого, в общем, душевного и доброго мужчины, как им вы мне показали, исходя из вашего сообщения, у вас это вполне может получиться. Вот, ну, наверное, по второму пункту все. То есть, здесь очень, вот, неопределенная ситуация с бабочкой, но тот факт, что вам требуется больше и более активно, как бы, взаимодействовать именно с ней, с бабочкой, так как она, скорее всего, является лидером, потому что, ну, вот, смотрите, ваша девушка 20 лет. Бабочка говорит ей, почему стало так важно приходить домой. Ну, человек, ну, а след говорит, что под наслаждает приходить домой, может только либо бабочка, либо гиперопекающая мама. То есть, по сути дела, я хочу, чтобы вы поняли, что, во-первых, скорее всего, связь между бабочкой и девушкой довольно большая, влияние бабочки на девочку тоже довольно большое. И эту связь вам нельзя игнорировать. Вам нельзя игнорировать, и для нас самым лучшим вариантом, если вы серьезно настроены на отношения с этой девочкой, стараться именно познакомиться с бабочкой, стараться, постараться вызвать у нее симпатию, чтобы бабочка была на вашей стороне, чтобы она не препятствовала тому, чтобы вы с девочкой встречались. Вот. Это то, что касается второго пункта. Теперь, что касается третьего пункта и, собственно, вашего вопроса. Вашего вопроса по поводу того, что значит ее высказывание, которое я прямо сейчас цитирую. Мы слишком много времени вместе проводили, я так и не подняла к тому друг другу. Мне действительно очень хорошо и спокойно, но я не готова пока к отношению. Здесь что-то следующее, что если девочка по современным меркам в 20 лет еще не имела партнера и не была в отношениях, скорее всего, она этих самых отношений не боится. И дело здесь связано не только с тем, что ее родители развелись, и для нее отношения между мужчиной и женщиной это что-то скорее негативное, негативное, что-то страшное, что-то отрицательное, это еще нужно выяснить. Дело здесь в том, что бабочка на нее повлияла так, что до 20 лет у нее никогда не было партнера. И, естественно, это говорит о закрытости человека. Естественно, это говорит о том, что доверять вашей девочке вот так вот первому встреченному и вот так вот парни тоже не готовы. То есть ей нужно время, чтобы к вам привыкнуть. Естественно, время, чтобы на вас, ну, начать полагаться. Естественно, время, чтобы начать вам доверять. В большей степени доверять. И это, это, скорее, ее сообщение означает, что, возможно, вам стоит немножечко меньше проводить друг с другом времени, но при этом так же общаться, при этом так же взаимодействовать. Вот. Ну, просто, может быть, она чувствует, что вы на нее давите. То есть, внезапно подсчувствовала давление от всей этой ситуации, что ей нужно определиться. И она испугалась, потому что это для нее новое. И здесь вам нужно вести себя предельно мягко, предельно вежливо, предельно осторожно, предельно обходительно, чтобы согласиться с ней. Я надеюсь, что хорошо, я приму любое твое решение. Вот. И далее вам нужно, в принципе, вести себя с ней так же, как вы вели себя раньше. Только, может быть, немножечко добавить в жизни, в свою жизнь, добавить что-то собственного. То есть, например, показать девочке, что вы занимаетесь не только ею, показать девочке, что вы занимаетесь своей жизнью, и показать девочке, что у вас есть другие дела. То есть, снизить ее значение для вас и показать ей это. Тогда, возможно, девочка подтверждает себя свободнее, и она днет к вашему проявлять себя более естественно. Потому что, скорее всего, очень часто бывает так, что подобные женщины не уверены в себе, и тяжело вступают в отношения. Но, вступая в отношения, они являются однолюбами, и, в общем-то, очень сильно доверяют человеку, по сути дела, забывая обо всех парнях других. То есть, очень великая вероятность, что эта девочка может стать для вас единственным спутником жизни. Ну, то есть, вот, с ее стороны, по крайней мере, я не говорил про вас. Но для этого нужно немножечко потерпеть. Для этого нужно немножечко быть мягче, гибче, но проявить настойчивость, не на том, что вы, например, хотите познакомиться с ее бабочкой. Вот. В принципе, если вы спросили у нее такой откровительный вопрос, как ты считаешь, мы с тобой встречаемся или просто общаемся, то, может быть, вы могли бы и так же мягко у нее спросить, устраивает у тебя время, которое мы проводим вместе. Хотел бы ты больше или хотел бы ты меньше. Если девочка не даст вам ответа на этот вопрос, то в таком случае я порекомендовал вам в этой ситуации все-таки действовать так, как я сказал, то есть, больше внимания уделять себе, больше внимания уделять своим делам, ну и при этом предел, когда девочка не забывала, и с ней тоже проводить время, просто показав ей, что она для вас не камень предсновения, и, в общем-то, вы не собираетесь делать ее на самой своей жизни, тем более после таких слов. Что еще в этой ситуации можно сказать? Ну, в этой ситуации можно сказать, что очень важно, чтобы вы не спешили. То есть, возможно, девочка испугалась, просто сталкивается в событии, подсчет простого, может быть, слишком быстро, быстро все происходит у вас. Вот. Возможно, вам в этой ситуации нужно, опять же, быть более терпеливым. Вы говорите, что вот все идет к интиму, но, как правило, девочки, вырастающие вот с папочкой и такие девочки, как ваша, они не соглашаются на интим спустя такое время взаимоотношений, как у вас. И вам нужно быть к тому, что на интим девочка не соглашается. Соглашится, и, скорее всего, может пройти полгода, и, может быть, даже и больше полгода, прежде чем она согласится на интим. Вот это точно нужно понимать. Для чего вам еще нужно бы попасть к ней домой и поднакомиться с бабочкой, чтобы понять, какие отношения у нее с ней. То есть, скорее всего, скорее всего, девочка только с вами почувствовала себя женщиной. И именно это ей понравилось, именно это ее устраивает, и именно это то, чего она хочет пока. Но она не чувствовала ответственности. То есть, она получала положительные моменты, какие-то плюсы от того, что с вами, но не чувствовала ответственности за свои действия, за свои поступки. А когда возникла вся эта ситуация, когда бабочка ее спросила, она почувствовала на себе ответственность. И ответственность обручилась на нее очень сильно. И возможно, и на какое-то время, чтобы адаптироваться к этой ответственности, чтобы принять, что эта ответственность есть, чтобы принять, что она не такая страшная ответственность, что она не ломает человека и так далее. И вам в этом случае важно на нее опять же не давить. Но я не думаю, что для вас это будет сложно, потому что вы и так в принципе на нее не давили. Что бы я вам мог порекомендовать в этой ситуации? Я бы вам порекомендовать в этой ситуации, помимо всего прочего, понять для себя, что девочки и определенность, четкость позиции резко идут рядом. Если вы встречаете с девушкой, то это, как правило, неопределенность. И эту самую неопределенность вам придется превращать в определенность своими собственными силами. Хотите вы этого или нет. И если девочки не желают отвечать на ваши представления о определенности, то вам нужно быть в любой момент готовым создать эту самую определенность, но только в своем собственном контексте. То есть если девочка будет вот так на протяжении какого-то долгого времени вам говорить, что вот ну мне с тобой хорошо, мне с тобой прекрасно, но отношения у меня не готовы, да, это будет продолжаться год, может быть больше года, ну в зависимости от ваших предпочтений, то вы вправе в общем-то просто-напросто от девушки отдались, то есть не выясняют с ней ничего, потому что в выяснениях она всегда обвинит вас, а просто-напросто отдалиться от нее и начать больше внимания уделять себе, то есть здесь важно не раствориться полностью и не впасть в зависимость от девушки, потому что как я уже сказал, девочка подвергся на влияние к сожалению бабочки и имеет ряд возможно страхов, проблем и неуверенности в себе. Если вы начнете зависеть от нее, то вы будете во-первых страдать сами, далее вы будете испытывать зависимость от нее и третьих это еще сильнее будет давить на девочку, что будет ее от вас отдалять. Поэтому чем свободнее вы будете чувствовать себя в отношениях, тем независимее вы будете себя ощущать по отношению к девушке и чем более чистыми будут ваши желания по отношению к ней, тем легче вам будет с ней построить отношения, потому что девушка будет чувствовать, что вы от нее не идете чего-то, чего она боится, что не сможет дать. Она вам сможет, она может следать, но она боится, что не сможет. Не надо забывать, что и эта девочка это первый такой опыт. И если это первый опыт, то естественно она только делает свои первые шаги в этом и нужно, она сама эти шаги делает. То есть не нужно ее подталкивать, не давить, нужно, чтобы она сама понимает, чего она хочет. Вот это все. Вам не просто нужно быть рядом, вам не просто нужно дать ей понять, что вы примите ее любой, такой, какая она есть, и тем самым дадите ей понять, что она в общем-то свободна. И именно ощущение собственной свободы позволит девочке сделать выбор. выбор этот будет невербальным, выбор этот будет скорее всего поведенческим, несловетным, и вам важно понять, увидеть, точнее увидеть, когда этот выбор будет сделан. То есть хипа пройдет время достаточно большое, девочка не будет пускать вас ближе к себе, либо вы увидите, что она обновенно от вас отдаляется, она с вами холодна и так далее, либо вы увидите, стола напротив более активно отвечает вам на ваши шаги, позволяет вам например прийти в гости к ней, познакомиться с бабочкой, ну и так далее, так далее, так далее. Вот. Важно, чтобы вы смотрели, наблюдали и не уделяли большого количества внимания здесь разговорам, т.е. пассивом, о чем вы вот именно о серьезном можете ее спросить, это о том, что я вам сказал по поводу времени, т.е. хотел бы ты проводить больше времени или хотел бы ты проводить меньше времени, этот вопрос вы можете заходить так мягко, но сейчас два-три дня, например. Вот, чтобы это не было все в одну кучу. Может быть даже через три-четыре дня. Вот, если вы сам сможете для себя выработать какую-то вот модель поведения сейчас. Но я прошу вас учитывать все вот эти моменты, которые я сказал. Также я бы рекомендовал бы вам определить, что именно вы чувствуете девушке самостоятельно. То есть, что, вы любите ее, вы испытываете не симпатию, вы хотите ее. Если вы любите ее, то вам нужно, чтобы она была счастлива, соответственно, вас устроит любое ее решение, лишь бы она была счастлива. Поэтому не стоит забывать о себе. Если вы симпатизируете, то вам просто важно проводить все время и не особо возьмем больше или меньше, как это с вами симпатия. Если вы только ее хотите, простите, здесь боюсь, вы не по адресу, потому что такая девочка очень много значения придает и сексу, и браку соответствуем. поэтому если у вас сексуальное желание к ней, то боюсь, что реализовать его с ней у вас именно сейчас не получится. Только если девушка будет испытывать негатив сейчас от того, что бабушка, например, ее как-то принижает, как-то ее подавляет, и она захочет поджимствовать себя свободно, и захочет сделать что-то самостоятельно, вот в этом случае, да, она может на этот чак пойти, но опять же, вы увидите это по тому, как она требовательна будет в этом плане, и если вы хотите отношения с ней сохранить, то я бы рекомендовал вам не соглашаться на это, то есть говорить о том, что вам кажется, что она действует как-то с трещурем тромально, и что вы боитесь, что она потом об этом пожалеет, она сперва обидится на вас, но потом скорее всего вас поблагодарит и скажет, что мы молодец, что не позволили ей совершить ошибку, потому что уверен, что она не так представляет себе свои интимные отношения, тем более в первый раз, вот, ну и не стоит забывать, что у таких людей имеют место быть идеализация, вот, то есть, понимаете как, я вам по большому счету постарался описать то, что происходит, по большому счету я не могу давать вам советы, я не могу рекомендовать вам как поступать, хотя какие-то моменты я безусловно сказал, четкие, явные советы были бы нарушением профессиональной этики, мне об этом не хотелось, поэтому я надеюсь, что вы лучше понимаете теперь, что происходит с вашей девушкой, я надеюсь, что вы сможете подкорректировать свое поведение, определить свои приоритеты и действовать так, чтобы было хорошо обоим вам и ей. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, буду рад помочь, пишите в личку, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше, желаю вам всего самого доброго и удачи.